МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. За жестокое убийство и ряд тяжких преступлений 32 года на двоих. Убийцы пожилых супругов услышали приговор суда. С момента появления службы перечень их обязанностей увеличился почти в 40 раз. Участковые полномоченные отметили профессиональный праздник. Курс на Москву, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 5, стал победителем конкурса иконописи. По этой истории можно снимать детектив. Четыре года назад в одной из семей произошел очередной скандал. Муж хлопнул дверью и ушел в неизвестном направлении. Его, конечно, искали, но почему-то все дружно решили, что он таким образом расстался с женой. Об этой истории уже забыли, как вдруг несколько дней назад в отделение полиции обратился 27-летний мужчина. Признание было неожиданным. Четыре года назад он убил знакомого, а тело закопал в подвале старой церкви. По версии следствия, 25 ноября 2009 года мужчины распивали спиртные напитки в поле у села Ходынино. В ходе распития между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый ножом перерезал горло своему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Сейчас следствие выясняет, тому ли пропавшему принадлежат найденные на месте скелетированные останки. Кто бы подумал, что раскрыть преступление поможет совесть виновника? Какие ценности у пенсионеров? Хорошо, если несколько тысяч припасенных для внуков или на похороны и, дай бог, самый дешевый телефон. И, к сожалению, часто бывает, что за эти нехитрые пожитки старики испытывают боль, унижение и отдают свои жизни, только потому, что кому-то не хватило на стакан водки. Вынесен приговор, который еще не вступил в законную силу двоим жителям села Незнанного Кораблинского района. Они жестоко расправились с пожилой супружеской парой. Из зала суда репортаж Ирины Ковалевой. Они оценили две человеческих жизни в сумму около двух тысяч рублей. Именно столько стоила пара сотовых телефонов и набор продуктов, из-за которых в октябре прошлого года Николай Яблонский и Александр Матюшкин сначала убили пожилую пару, а потом подожгли их дом с целью сокрытия улик. Мотивацию своего поступка ни один из подозреваемых толком объяснить не смог. То есть, по сути, были разговоры о том, что они просто находились в состоянии алкогольного опьянения, и, так скажем, войдя в раж, они смогли уже остановиться. Вино они действительно признали, потому что в ходе следствия мы, в принципе, собрали достаточно хорошую доказательственную базу, но, честно говоря, ни у одного, ни у второго я в возах раскаяния не увидел. Следователь по этому делу Алексей Минашкин отмечает, что за свою практику повидал многое, но с такой жестокостью встречается впервые. Когда-то у этой службы было всего три основных задачи. Охрана общественного спокойствия, наблюдение за светом на улицах и во дворах, контроль за открытием и закрытием торговых точек. Сейчас, пожалуй, не найти другой профессии в органах внутренних дел с таким значительным объемом задач. На нее возложено более ста обязанностей. 17 ноября служба участковых уполномоченных полиции России отпраздновала 90-летие со дня образования. Только представьте, более 46 тысяч участковых несут свою службу во всех уголках необъятной страны, от Сахалина до Калининграда. Это миллионы рассмотренных заявлений. Конечно, сегодня их подход и общение с беспокойными подопечными далеки от прототипа знаменитого Анискина. Но ведь и дебоширы изменились. В этот день с удовольствием вспоминали, как развивалась с годами общественно полезная служба. Следующий сюжет был бы невозможен без помощи сотрудников управления ФСИН. Специально для нас организовали телемост со справительной колонией номер 5. Именно там отбывает наказание победитель конкурса православной иконописи среди заключенных области «Канон», посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Нам удалось пообщаться и с автором работы, и с заместителем начальника «ИКанон-5». Осужден и нужен Игорь Вячеславович. Отбывает срок с 2008 года. Осужден судом. В нашем подразделении он находится с 2009 года. Но осужден за тяжкую статью. Надо заметить, икона выполнена в соответствии с православным каноном на дереве с поволокой и грунтом, минеральными красками, растертыми на яичной эмульсии и покрыта натуральной олифой. В предоставлении достаточно дорогих материалов большая заслуга местной церкви. Конечно, это довольно-таки сложный переход, потому что одно дело просто рисунок какой-нибудь, допустим, или картина, другое дело икона. Это более духовная работа, к ней надо относиться по-другому. Игорь, кто вас ждет дома? У меня дома мама и младший брат. Со всеми поддерживать отношения? Конечно, да. Что бы вы им сказали сейчас, если у них будет возможность увидеть вас? Сказать, что очень сильных люблю. Надеюсь, что как можно скорее мы с ними увидимся. Спасибо вам большое. Удачи вам. В колонию все попадают разными дорогами. Тут главное суметь провести переоценку ценностей. Сам автор картины родом из Баку. В Рязанской области оказался в начале 90-х вместе с родителями. Воспитательная роль, как вы считаете, какова? Все-таки для них, наверное, непросто. Одно дело просто нарисовать что-то, второе дело икона. Согласен, что просто картина и икона – это две разные вещи. Когда пишет человек икону, надежда, у него очищается душа. И приобщение к данным культурным и духовным мероприятиям, особенно касается по взаимодействию с РПЦ. Кстати, до этого в пятой колонии уже отбывал срок «Один умелец». Игорь Нужин стал практически его учеником. Тяга к рисованию была, оставалось поработать над техникой. Город Выборг туристы и режиссеры называют ни много ни мало иллюстрацией к сказкам «Астрид Лингренд». Там сосредоточено более 300 памятников архитектуры. А какие виды и фактуры? Недаром местные говорят – мечта для привидений. Выборг был основан еще шведами в средние века. С недавних пор он стал единственным историческим поселением Ленинградской области. Среди достопримечательностей – Выборгский замок, библиотека Алвара-Алта, парк Мантепа, Карельский перешейк, Ладожское озеро. Но есть в всех краях ряд необычных особенностей – наличие геологических разломов и аномальных гиблых мест. В 80-х годах геологи, уфологи и энтузиасты буквально обследовали каждый куст в этих местах. Очевидцы уверяли – над озерами зависают круглые предметы, люди теряют ощущение времени, а приборы и часы сходят с ума. Не иначе контактируют с местной военной базой. Во время экспедиции якобы прямо на глазах исчезали грузовики. И явно чувствовался чей-то пристальный взгляд. Когда в 86-м году в районе ленинградского поселка Каменка с небольшим интервалом исчезли сразу три женщины, многие, как бы абсурдно это ни звучало, обвинили в произошедшем именно пришельцев. Сначала пропала 20-летняя девушка. Она приехала как раз в воинскую часть навестить мужа. Но тот на виду супруги находился в лазарете. Обычно через КПП гражданских в одиночку не пускают, только сопровождающим. Но дежурный был один, и госпиталь находился практически в зоне видимости. И это действительно казалось аномальным, как на открытой местности взял и пропал человек. Надо сказать, поначалу проверяли только гражданское население. Но какой советский солдат решится запятнать честь мундира? Максим! Скорее! Не пускай! Решили не посылать! Чего-чего? В армию тебя решили не посылать! Меня в армию? Да. Да прав таких не имеют! Пускай! 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 К расследованию были привлечены, помимо 30 оперативников и криминалистов ГУВД, сотрудники особых отделов. Изучался состав патрулей и караульных команд, заступавших на дежурство на КПП. Тщательно анализировались сигналы о противоправных действиях местных жителей. Особое внимание было уделено осмотру территории, занимаемой воинскими частями. Военнослужащие, кинологи, оперативники шерстили линии озер, овраги и темные закоулки. Результатом явилось обнаружение тела 45-летней женщины, матери солдата. Это был второй случай из трех. Странно, но только теперь в армии разглядели далеко не патриотичные случаи. Были издевательства, дедовщина, а военнослужащие, работавшие в гарнизонной котельной, держали двух несовершеннолетних девушек-рабынь, которых использовали сами, и сдавали в аренду всем желающим солдатам. Они одними из первых попали под подозрение. За ними было еще двое дельцов, те промышляли грузовиками. Следователи предположили, что на автомобиле им проще вывезти тела жертвы. Были допрошены очень многие лица, числа военнослужащих. Попутно выяснялись случаи дезертирства, случаи воровства, дедовщины в воинских частях. И один из военнослужащих, уличенный в кражах воинской части, во время допроса сказал, что вы ко мне пристали. Вот у нас Чернат Игорь, так он еще больше наворовал. Игорь Чернат оказался ценным экземпляром. Неоднократно нарушал дисциплину, признал подделку записи в военном билете о присвоении звания старший сержант. Признался в краже прибора ночного видения, зимнего комбинезона на меху и даже наличие любовницы в поселке Каменка, который периодически уходил в самоволку. И так далее, но воровство было не самым страшным из его грехов. О жизни Игоря Черната до убийства известно немного. Родился в Одессе, учился, закончил местное ПТУ, получил водительское удостоверение в Досаафе. В 85-м призван в ряды советской армии. Служить он стал в Ленинградской области, в гвардейской части. И так получилось, что, учитывая его навыки автомобилиста, он стал водителем БМП. Именно Чернат любезно предложил девушке, спешившей к мужу в лазарет, проводить ее до места. От КПП он повел ее через лес и, соответственно, там напал на эту женщину, изнасиловал ее, взял определенные вещи. И таким образом было совершено убийство этой женщины. Оно оказалось, кстати, вторым, поскольку уже еще чуть раньше Игорь Чернат совершил еще одно убийство, о котором только уже рассказал позже в ходе следствия. В эпоху дефицита привлечь внимание преступника могло все, что угодно. Яркий аксессуар, одежда и даже пара апельсинов. К другому солдату через некоторое время приехала мама. Мать, ну что могла мать привезти там к служащему в армии сыну? Разумеется, продукты. Так вот, ради этих продуктов Игорь Чернат тоже совершил нападение на эту женщину и убил ее. С последней жертвой Чернату не повезло. Девушка оказалась красивой и носила очень приметную одежду. Один из солдат видел странную парочку, удаляющейся от воинской части. Но даже теперь, когда имя убийцы было известно, ему удалось улизнуть прямо из-под носа следователей. Он убежал из воинской части, возвратился в Одессу, где хотел себе сменить документы на другую фамилию и начать жить как бы другой жизнью. Но у него это не получилось. Следователи просчитали планы дезертира и заблаговременно провели работу среди его родственников и друзей. Никто из них не пожелал помочь человеку, подозреваемому в неоднократных убийствах и изнасилованиях. Не сумев получить документы на другую фамилию и оставшись без денег, в сентябре 1986 года он сам явился в органы внутренних дел с повинной. Одна из погибших девушек ждала ребенка, но даже и этот факт не остановил преступника. А главное, не было никаких логических предпосылок и причин, почему. И это еще раз напоминает нам всем, осторожными нужно быть всегда и везде. А напоследок вспомним слова французского писателя Ринара «Не цепляйтесь за свои недостатки под тем предлогом, что этот мир далек от совершенства». Впереди новая неделя, хороший повод начать менять ее к лучшему с себя. Удачи и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова